Получила очередное письмо от нашего дорогого товарища, который находится в СИЗО по делу о лифтах, Андрея Сергеевича Левченко. Конечно, письмо очень дорогое для нас, потому что когда его читаешь, и слезы на глазах за ту несправедливость, которой с ним сейчас это все творится, и все то, что неправильно, его там суд вынесли, решение суда. Поэтому, когда я получила очередное письмо, оно пришло, в общем-то, сказать мне в день моего рождения, это можно сказать, что это был подарок к дню рождения. И вот он в этом письме, письмо написано на двух листах А4 формата, что можно сказать, что вот читаешь его, да, сердце кровью обливается за ту несправедливость, которая творится у нас сейчас. Поэтому я вот разговариваю, сама волнуюсь, смотрю на это письмо, но мы с ним переписываемся, сейчас будет возможность переписываться не только по почте и по интернету, поэтому письма пойдут гораздо быстрее, чем мы слали по почте, пока туда, пока обратно. Ну, духом он не падает, это молодец, конечно, и мы тоже стараемся его поддержать в своих письмах, в своей душе. Мы все равно надеемся, что в 23-м году все-таки справедливость восторжествует, и все это прекратится. Это травля человека, которая, в общем-то, ну, вся несправедливая, она идет действительно политический заказ. Он в этом письме, он всю нашу партийную организацию вспоминает, ну, вот мы, как будто вот мы сидим вот друг перед другом, да, и рассказываем, какие вот у нас, какие, что у него там. И вот, то есть он вообще вот проникся, ну, в работой, в нашу, естественно, работу, не забывает, и вот как будто мы вот вообще беседуем не через письма, а, ну, друг с другом. Ну, что можно еще сказать, что будем поздравлять его с Новым годом, со столетием СССР, мы ему и фотографии присылаем, и он как бы в курсе всех наших дел, он газеты читает и спрашивает о наших делах, рассказывает о своих мыслях. Ну, и хочется пожелать ему, конечно, стойкости, еще раз стойкости, хотя видно, что характер у него такой вот, ну, выдержанный, стойкий, даже можно посмотреть по характеру письма. Вот, не представляете, что письмо, оно написано без всякой разлиновки, просто на четвертом, и все строчки ровные. Грамотность, ну, потрясающая, конечно, и вот смотришь на него, это тоже говорит о его характере. Хочу прочитать цитату из письма Андрея Сергеевича. Вы же пишите мне каждый совершенно по-своему, то есть мы пишем письма, ну, каждый, не общее письмо, а от каждой от себя. И я как будто разговариваю почти вживую с вами, с Леонидом, с Владимиром Александровичем. Это приятно, потому что невольно за два с лишним года я научился буквально слышать голос, интонацию того человека, письмо, которого я в данный момент читаю. Чувствовать его настроение и даже, мне кажется, немного понимать, что на душе, о чем человек не написал мне, но об этом думает. Андрей Сергеевич, мы тебя ждем в нашем коллективе, мы тебя очень ценим, возвращайся скорее, мы будем очень рады.